Берег реки Сетунь, деревня Подлипки. Один из многочисленных диких пляжей Одинцовского округа. Местные жители и владельцы окрестных дач поколениями приходят и приезжают сюда летом отдохнуть на природе. Спасатели аварийно-спасательного формирования ежедневно патрулируют все дикие пляжи округа. Сюда приехали примерно на час, чтобы, так сказать, проконтролировать ситуацию. Выкладывают аптечку, спасательные круги, наготовен дувная лодка. Старшая в смене Екатерина Станкевич сегодня рада увиденному на пляже. Впервые за много дней надеть их жилеты и плавательные круги. Значит, родители позаботились о безопасности. Екатерина делает снимки на телефон. Мы отправляем фотографии нашему старшему оперативному дежурному для контроля обстановки на водных объектах. Вот, кстати, мячик чей-то укол. Отдыхающие тоже любопытствуют. Николай, местный житель, говорит, пляж, конечно, хорош, но хозяина нет. Если бы кто-то следил за чистотой и безопасностью, то за это и заплатить было бы не жалко. Если эта цена адекватная будет, то, соответственно, народ будет приходить, зато он знает, что он будет всегда в спокойствии, в чистоте, на чистом пляже в порядке. Может быть, ситуацию исправит набор дополнительных кадров в летний период, предполагает муниципальный спасатель Екатерина Станкевич. Одна смена спасателей просто физически не в силах охватить все дикие пляжи округа. Безопасности здесь никакой нет. Не оборудованных мест для купания, не спасатели, которые могут оказать первую помощь, даже хотя бы медицинскую помощь в случае получения каких-либо травм. Естественно, не хватает. В Подмосковье с начала года вода забрала уже 54 жизни. В Денцовском округе за лето пока две. Спасатели делают, что могут. Занимаются профилактикой, общаются с людьми, раздают информационные брошюры. Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Денцово». Тимур Гайсин, Андрей Безуглов, телекомпания «Денцово»